Привет всем, с вами Норд и начнем прохождение игры по названиям The Entropy Center Центр энтропии. Новая игра. Так, в настройках я убрал размытие в движении. Не очень люблю, когда все это размывается. Так что у нас есть земля впереди. Мы идем по какой-то дорожке. Ног у нас нет. Вот рядом разрушенные. Какие-то голоса. Но я в описании в стиме чуть-чуть почитал описание. Вроде мы должны остаться единственные выжившие и оказаться в этом центре энтропии. И, собственно, узнать правду, почему произошла гибель земли. Соответственно, какой-то взрыв. Ария, тяжело дышит. Что это сейчас было? Доброе утро, Ария. Адамс. Надеемся, вы остались довольны качеством своего сна в Энтропий-центре. Что? Где я? Ваше расписание упражнений по решению задачи головоломок на сегодня загружено на ваш персональный компьютер. Ладно, ну что вообще тут происходит? Температура внутри Энтропийного купола составляет 26 градусов по Цельсию. Ох, голова. Так, передали нам управление. Энтропий-центр. Make a better tomorrow. Вот это там. Завтра, по-моему, tomorrow. Так, есть компьютер. Персональный компьютер. Inbox. Отдел задачи головоломок. Энтропий-центр. Ваше расписание 23 февраля. 24 марта. Отдел кадров. Новый сотрудник. Здесь ничего. Открыть дверь. Так, escape. Выйти, выбрать, прокрутить. Вверх-вниз. Так, отдел задачи. Дорогая Ария. Энтропий-центр благодарит вас за непрерывную и кропотливую работу. Ваша роль – младший специалист по решению задач головоломок. В приложении вы найдете ваше расписание упражнений по решению задач головоломок на эту неделю. В случае необходимости можно перенести на следующую неделю не более двух задач. Чтобы сделать это, обратитесь к своему наблюдателю-энтропийщику. Понедельник. Зоны задач 0.1.0.2. Вторник 0.3.0.4. Среда бета-тестирования элемента головоломки номер 19. В четверг день обучения и исследований. И тоже в четверг. Зоны задач 0.6.0.8. А где 0.5? Отдел специалистов по решению задач головоломок «Энтропий-центр». Так, вниз-вверх нельзя. 24 марта. Отдел кадров. Дорогая Ария, добро пожаловать в «Энтропий-центр». Мы невероятно рады, что вы присоединились к нашей команде в роли младшего специалиста по решению задач головоломок. Скоро вы получите электронное письмо с вашим расписанием. Всю оставшуюся неделю вы можете знакомиться с центром. Делайте это так, как вам удобно. Гуляйте, пользуйтесь местной инфраструктурой, знакомьтесь с коллегами. Если на каком-либо этапе у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к своему непосредственному руководителю. Благодарим за внимание. Отдел кадров «Энтропий-центр». Так, открыть дверь. Выйти. Собранные данные 2 из 76. Да их еще искать надо. Так, здесь немножко проблема с вертикальной синхронизацией. Я уже пробовал ее настроить. Но включить и отключить получает все равно то же самое, что сейчас. Ну хотя бы FPS хорошие. Настройки на максимальных. Карта у меня, по-моему, 1050 Ti GeForce. Комната 2113. Закрыто. Вниз не спрыгнуть. Так, в общем, мы под каким-то куполом. Эй, тут есть кто-нибудь? Что тут произошло? Так, кто у нас в следующей комнате? 14. А мы в какой были? В 12? 2112. Так, надо запомнить, может быть, это важно. 2115. Опять же, из записания стима, там пишут, что якобы мы остались единственными возможными на этой планете. В этом центре. Объявление для персонала интерфей-центра. Сейчас 8 часов 50 минут утра. Просим всех работающих с задачами главоломки сотрудников проследовать к месту прокользнения назначенных им на сегодня упражнение. Спасибо. Так, лестница. Стремянок. Так, лифт работает. Там никого нет. Там никого нет. Уже заросло. Так, ладно. Постарайся не паниковать. Вздыхай. Тут намека кто-нибудь есть. А, возможно, нет. Так, ну я пока ищу записи какие-нибудь. Может быть, что там можно активировать. Так, понятно, что нам куда-то туда. Так, ресепшн. Так, сюда не подняться. Так, ладно, идем. Идем. Куда-то идем. Закрыто. Там какой-то офис, я не знаю. Стены интересные. Короче, никаких данных нам не найти. Видимо, здесь ничего такого не будет. Без данных. Ты меня душно-то напугал. Что это вообще такое? Что ж, привет. И я. Мне стоит тебя бояться. Ладно. Так, ты знаешь, что-то случилось. Куда все исчезли? Грустные дюки. Хорошо. Хорошо, еще пересечемся, наверное. Так, куда-то он быстро. Убежал. Так, робот, видимо, нам будет помогать. Взаимодействовать. Энтерпи-тестинг-клаб. Какая-то лаборатория. Тестирование. Тестинг-рэндж. Я пока пытаюсь найти хоть какие-то данные. Что-то хотя бы понять, что здесь произошло. Но она ничего не читается. То есть ручка. Приблизь тоже не получится. Непонятно, что это за документы. Ладно, идем пока. Так. Понятно. Нажмите Е, чтобы поднять куб. Так. Ну, сказать, все подсвечено хорошо. Так как кидать его можно, нет? Нельзя. То есть у нас какое-то оружие должно быть. Опять же. Из скриншотов. Будет какое-то оружие, мы будем что-то перемещать во времени. Пока никого нет. Так. А где монитор? А где вообще компьютер? Просто клавиатура и мышка. Ладно. Эй, есть тут кто-нибудь? Так, что-то там есть закрытое. Какой-то замок. Пройти мы туда не можем. Ладно, может быть, чуть попозже. А это откуда? Это же вроде плитка. Куда она упала? Без понятия. Подсвечены снизу. Скамьи подсвечены снизу. Интересно. Так, сюда не попасть. Так, вот это мы должны потом будем разобрать. Так, хорошо. Тестинг. Так, у компьютера есть. Ведь нам надо, короче, читать только компьютера, походу. Испытательная лаборатория портативный энтропийный аппарат. 25 марта. Руководство по эксплуатации портативного энтропийного аппарата, часть 1. Портативный энтропийный аппарат ПА является устройством установленного образца, выдаваемым всем сотрудникам энтропий-центра, работающим с задачами-головоломками. Данное устройство позволяет оператору перемещать объекты назад во времени в пределах 30 секунд. Прочие его функции включают возможность ставить на паузу и возобновлять течение времени для объекта. Наличие портативного энтропийного аппарата является обязательным условием для решения всех энтропийных задач на территории энтропий-центра. При этом сам аппарат ЦГЦ генерирует энтропийную энергию, которая подпитывает силовой реактор центра. На все портативные энтропийные аппараты установлен ассистент по решению задач АПЗ, либо АП3, либо АРЗ. АПЗ, наверное, ассистент по решению задач. Он представляет собой программу, программируемый и помогающий сотрудникам находить решение задач в отведенных для них зонах. Было установлено, что АРЗ увеличивает продуктивность работающих с задачами-головоломками сотрудников в среднем на 43%, в связи с чем он теперь является стандартным оснащением всех портативных энтропийных аппаратов. Так, здесь все пусто. Так, хорошо. Если не прокрутить, по-моему. 3,76. Где? А, вот прокрутить можно колесико-мыши. Там больше ничего нет. Так, ладно. Так, ну то есть то оружие нам надо забрать, да? Выполняется энтропийный тест. Просим не приближаться к зоне испытаний. Энтропийный тест завершен. Так, а здесь еще компьютеры. Короче, только те, которые включены, те можно использовать. Так, не забирается. О, что это? Ой, зачем вот так набрасываться на людей? Прошу прощения, я не хотела вас напугать, просто очень долго и бездействовала. Меня зовут Астра, я ассистент по решению задач сокращенно ARZ. Постой, кто их кто? Выпускай через свое распоряжение протагинно-энтропийный аппарат. Он может перемещать объект во время, возвращая их в прошлое состояние. Попробуйте. Что ж, рада знакомству, Астра. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выполнить перемотку времени. Так, остановите обратную перемотку к ее... Обратная перемотка. Ого, это круто. Отлично, у вас все получилось. Выражаю вам эмоциональную поддержку. Значит, я могу использовать эту штуку или тебя на чем угодно? Что-то там аппарат обладает достаточно мощностью для перемотки статичных объектов объемом до 300 кубических метров. Проще говоря, вы можете перемотать время для небольших сооружений и обломков, ну и, конечно же, элементов головоломок. Перемотка живых существ, например, офисной кошки, невозможна. Ага, кошек не перематывать. Поняла. Так, кью. Кью, короче, убрать, да? А почему-то у нас секунд, не 30. 2,9. А это именно это, короче, 2,9 секунд. 0,7. А, то есть можно по чуть-чуть отматывать время, не до конца. Так, ладно. С этим разобрались. Так, а издалека нельзя, да? Или можно? В принципе, можно. Ну, то есть, в принципе, находясь в любом месте, а даже можно через стекло. Если находясь в любом месте, можно нажать кью, и оно вернется обратно. Так, хорошо. Значит, нам по-любому сюда. А если мы нажмем кью? Не нажимать. Нажмите Е, чтобы поднять объект. А, уже обратно. А почему нельзя? Почему нельзя обратно сломать? Ладно, здесь нельзя сломать. Так, Е. Запустить правая кнопка мыши. Так, Е, чтобы выполнить перемотку времени. Пью, чтобы возобновить течение времени. Здесь надо как-то подобрать так, чтобы мы могли туда запрыгнуть. Или... Или так... Так, хорошо, понятно. А это зачем мы делали? Куда его закинуть надо? Не знаю, зачем мы это делаем. А здесь много шариков. Мячиков. Так, что-то можно взять. Что, яблоко? А зачем? Просто восстановили какое-то яблоко. Так, ну, лестница, ладно. Хотя, наверное, туда надо. Может, там бонус какой-то. Вроде они не соединяются. Вроде они не соединяются. Но сначала туда сходим. Посмотрим, что у нас там. Походу, там нам у нас выход. А здесь просто какой-то должен быть бонус. Да, дверь закрыта. Так, ну да, здесь, значит, просто данные. Отдел кадров 2 к 1 бар Энтропи Центр. 12 мая. Уважаемые сотрудники Энтропи. Приглашаем вас посетить в эту пятницу наш райский пляж. В качестве благодарности за кропотливую работу и самоотдачу мы организуем для вас коктейльную вечеринку в формате 2 к 1. Начало в 19.00 по ЭКОТИ. Центральное время Энтропи Центр. Благодарим за внимание. Отдел кадров Энтропи Центр. Так, хорошо. 4 из 76. То есть мы сюда пришли только из-за этого. Вот, короче, видимо, на ачивку надо собрать все. Так, ничего важного здесь не оказалось. Хорошо. Значит, он оттуда. А мяч надо набрать с собой, нет? Скинулся. А, вот он как. Он перематывается обратно. Так, просто отключается. Хорошо, не знаю, зачем нам это сейчас нужно. Сейчас нам, наверное, нам это и не нужно. То есть мы можем его куда-то бросить, а потом вернуть обратно. Итак, Астра, тебе известно, что здесь происходит? Где все? Похоже, в Энтропи Центр возникли небольшие технические трудности. Но пусть это вас не беспокоит. Я ничего не помню. Я даже не знаю, где я сейчас. Не могу дать точный ответ. Похоже, мой жесткий диск тоже отчасти поврежден. Я только что отправил заявку на запись вас к врачу. Ладно, пойдем дальше. Рано или поздно мы кого-нибудь встретим. И желательно кто-то... Кого-то из людей. Хватит с меня уже улыбающихся. Эм... Ничего. Хорошо, жду с нетерпением, когда вы решите для нас головоломки. Благодаря этому мы создадим лучшее будущее. Ладно, Астра, поживем, увидим. Так, ну пока все просто. Просто куда-то идем. Так, здесь наверняка должен быть какой-то текст. Нет. Нет. Так, а обратно это уже не сломать. Так. Плантация, походу. Какая-то зона там. Так, там тоже закрыто. Ладно, будем идти в туалет. Будем идти в туалет. Может кто-то есть? Я думаю, наверное, за всю игру никого не встретим. Так, просто бежим. Не, ну куда-то же все исчезли. Куда-то все исчезли. Так, ну да, видим, здесь плантация. Так, ну там виден космос или что-то у нас. Где мы должны быть под куполом? Может быть это какой-то искусственный космос? Это не читается. Читает она только с компьютеров какую-то информацию. Финансовый отдел, походу. Финансовый отдел, походу. Финансовый отдел, походу. Лаборатория 01D. Так, ну все равно, рано или поздно оно упадет, правильно? Мы восстановили, оно все равно должно упасть. По идее. Мы же отмотали просто время назад. А может мы можем туда подняться? Так, это не совсем получается. Немножко застреваем. Конечно, может быть это и не нужно. Скорее всего это не нужно. Хотелось бы подняться. Скидывается. Надо вот на этот забраться. На второй. На вот этот. Тоже падаем. Не, походу мне туда не забраться. Ну попробуем еще раз. Вдруг там что-то есть секретное. Да, нашли. Нашли секрет. Так, хорошо, как далеко мы появились. В принципе, недалеко. Скорее всего, там делать нечего. Нет, там какая-то есть дверь. Может как-то... Где вот сюда надо залезть? Вот сейчас вот, хорошо. Так, отлично. Так, отлично. Мы все-таки залезли. Так, что у нас здесь? Здесь секрет будет. По-любому мы, наверное, сюда не могли бы попасть другим путем. Укрывается дверь. Ну да, это получается все, короче, к этим данным проходом. Отдел кадров музея Энтропий-Центр. 12 мая. Уважаемые сотрудники Энтропия. Рады сообщить вам, что обновление экспозиции зала катастрофических событий музея Энтропий-Центр завершено. Его повторное открытие состоится в этот четверг в 10.00. Приходите посмотреть. До встречи, музея Энтропийщики. Отдел кадров Энтропий-Центр. Опять же, данные, но ничего такого серьезного. Ну ладно, главное, что мы узнаем, что все-таки сюда не просто так мы зашли. Ты вообще разбиваешься, нет? Нет. Можно спокойно спрыгивать. Так, первый пазл. Доброе утро, уважаемые сотрудники. Желаем вам провести продуктивный день за решением задачи головоломок Энтропий-Центр. Помните, вы можете сделать будущее лучше. Поднимайте и перемещайте кубы, затем выполните перемотку с помощью белой кнопки мыши. Так, дверь открыли. Ну то есть сюда, потом сюда. Это что? А, это обновить. Должно стоять здесь, потом должно стоять здесь, потом мы должны пройти, потом перемотать время. Так-то все понятно. Здесь может быть еще где-нибудь секретные проходы. Ладно, мы не будем данные собирать прям все. Поздравляю вы только что-то вы решили свою первую энтропийную задачу головоломка. Официально ваш результат в числе... Ой, здорово. Среди 50 сотрудников, занимающих... А, вот как. Что ж, нет пределов совершенства. Отпускай не слишком быстро. Пазл номер один, выполнен. Время. Загрузка. Это значит... Все хорошо или все плохо? Так, второй пазл, да? 0.1-0.2. Так, здесь что-то побольше всего. Так, это сбросить. Ладно, короче, мы не будем искать какие-то дополнительные пути. Будем выполнять только то, что нам нужно для прохождения. Раз. Два. Три. В принципе, тоже все понятно. Раз, перемотали время назад. Прошли. Перемотали обратно. Кью, чтобы возобновить их в течение времени и бросить куб. Но это просто отключить. А, нет. Потом мы опять его куда-то... Так, надо будет попробовать другое. После кью, я думал, все, уже никуда не нельзя его отмотать. 4%. Так, значит, я тут работала. Иначе, почему я здесь? И для чего все эти комнаты? В базе данных интерпи-центра указано, что вы сотрудник младшей специалист по решению задачи головоломок. В настоящий момент вы движетесь сквозь зоны задачи сектора 0.1. Ясно, видимо, придется проходить их одну за другой. Будем проходить. Так, что здесь у нас? Вот если кью нажать... То есть в самое-самое начало она будет двигаться. Мы можем сделать так. Перемещать, нажать кью, бросить. А, и потом она дальше перемещается. Так, хорошо, понятно. А это лифт. Ну, собственно, как-то так. Это, видимо, прохождение... Так, третье прошли. Минуты. Потом у нас стоит общее, видимо, прохождение игры. То есть 6% сейчас будет. 5 черч. Ладно, идем дальше. Пазл 4. Эй, тут есть кто-нибудь? Признаков жизни поблизости не обнаружено. Это всего лишь кусты. Информация к сведению. Кусты не отвечают на вербальные приветствия. Ага, я это уже поняла. Спасибо. Так, что нам здесь надо сделать? Это открыть. Лифт. Так не получится. 12 секунд. Ну, максимально у нас 30 секунд. То есть мы можем отмотать на 30 секунд. Отличная работа, вы демонстрируете огромные успехи. Продолжайте проходить зону задачи, и, возможно, скоро мы кого-нибудь встретим. Это вряд ли. Так, здесь, видимо, стекло. Так, ну да, какой-то купол, но правда, похоже, что якобы мы где-то в космосе находимся. Хотя это вряд ли. Видимо, все иллюзия. Так, налево. Катаклизм. Control. Arboretum. Так, что-то. Что-то большое. Большое здание. Так, ну, по-любому. Туда мы можем упасть и умереть, наверное. Надо будет поэтом. Ну, да, наверное, на этом. Ну, можно, в принципе, лифтом назвать. Горизонтальным. Так, данных никаких нет. Самоактивировался. Сейчас, наверное, что-нибудь будет на нас падать. Осторожная структурная целостность данной зоны составляет 43%. Это мне не нравится. То есть надо будет все восстанавливать обратно. Остра, как нам спуститься? Выставляйте руки и ноги из транспортных средств. Тропицентр настоятельно не рекомендуется. Так, дело плохо. Хай рушится. Здрасте. Прилетело. Внимание, приближается. Мы еле ползем. Что-то там. Так, хорошо. Я отвлекся на другое. В принципе, можно... Просто читать неудобно, когда мы... Если Q не нажать... Так, надо все перематывать обратно. Ну и в принципе, все. То есть надо, главное, успеть. Как нам спуститься? Оставлять руки и настоятельно не рекомендуется. Так, дело плохо. Внимание, приближается. Тяжелый объект. Астра, мы еле ползем. Эта штука не может двигаться быстрее. Максимальная скорость данного транспортных средств на тропиценте составляет 300 км в час. Увеличиваю скорость. Что? Нет, нет, нет. Астра, не так быстро. Ворчит. Осторожно, обнаружен прорыв трубопровода. Просьба покинуть бункер. Уровень воды увеличивается. Так, короче, какой-то экшен начинается. Так, возвращай все обратно. Да, действительно увеличивается. Так и есть электричество. Так, все починили. Ну, в принципе, управлять-то легко. То есть у нас подсвечивается здесь. Не обязательно наверх наводить. Отлично. Все расчеты показывают, что вы, скорее всего, выжили. Звуки аплодисментов. А вода... Вода пополняется. В прошлый раз предбременье... Никаких проблем в нашей лич... Ваше личное дело в добавленном пункте о нелюбви. Ладно, идем дальше. Хоть кто-то... Но должен тут быть. Так, вода больше не поднимается, да? Вроде как нет. Так, ну туда нам идти нет смысла. Может там что-то есть? Не зря же это сделано. Или зря. Видимо, в этом нет смысла. Ладно, идем дальше. Это был некий экшен. Немножко на скорость. Так, это у нас оружие светится. Надо нажать на Q, да, чтобы подключить. А все упало. Но при этом можно разные объекты одновременно восстанавливать. Туда. Она, видимо, туда. Я ничего не нажимал. Возьми. Немножко на центре.